Здравствуйте! В эфире новости на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главных событиях этого дня. Сельскохозяйственная техника будет выведена завтра на некоторые национальные трассы. Ассоциация Форца Фермиерилор не отказалась от протестов даже после встречи с премьер-министром Дарином Ричаном. Сельскохозяйственная техника. Полицейский лишился уха после того, как он и его коллега были избиты пьяными водителем и его пассажиром. Протест фермеров Молдовы за использованием сельскохозяйственной техники состоится 7 июня, начиная с половины 11 утра одновременно в нескольких районах и муниципе Кишиневе. Об этом заявили представители Ассоциации Форца Фермиерилор после почти трехчасовой встречи с Дарином Ричаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Как заявили представители Ассоциации Форца Фермиерилор, разговор с премьер-министром Дарином Ричаном не привел к ожидаемому фермерам результату. В свою очередь министр Владимир Боля заявил, что правительство уже помогает аграриям по мере сил и готово оказать дополнительную помощь. Однако все меры нужно распланировать и просчитать. Как заявили в Ассоциации Форца Фермиерилор, встреча с премьер-министром не дала ожидаемого результата. По словам председателя Ассоциации ООН и Пламодиалы, предложение, адресованное главе Кабмина о подписании меморандума с указанием требований фермеров и конкретных сроков их исполнения правительством, было отклонено. У нас были другие ожидания, и мы разочарованы. Такое отношение, если не сказать грубо, небрежное. Мы не почувствовали, что есть желание изменить ситуацию. Между тем, министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил, что государство готово помочь фермерам и уже делает это. Однако на поиск решений нужно время. Премьер-министр сообщил, что на сегодняшний день более 130 миллионов лейфов было выплачено фермерам в порядке возврата НДС. Мы рассматриваем и анализируем негативное влияние войны на Украине, на экономическое состояние агрария в Республике Молдова. Попросили несколько учреждений Республики Молдова заняться вопросом о влиянии, потому что расчеты чрезвычайно сложны. И всё, что мы там представим, также будет обнародовано. Премьер-министр Дарин Ричан со своей стороны заявил, что для поддержки фермеров правительство недавно увеличило на 75 штатных единиц количество сотрудников агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, чтобы создать условия для ускорения обработки заявок на выплату субсидий. По его словам, к 1 августа правительство сможет обработать и инициировать процесс распределения 9 миллионов лейф в рамках программ поддержки через агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Ежегодно правительство увеличивает объём субсидий, предоставляемых молдавским фермерам. Правительство продолжит поддержку аграрного сектора и фермеров в нашей стране и постепенно решит накопившиеся проблемы. Важно поддерживать конструктивный диалог, чтобы создать благоприятную среду для развития аграрного сектора. Достижение баланса между интересами всех граждан — сложный процесс, и очень важна способность обсуждать и выдвигать четкие и разумные требования, — заявил Дарин Ричан. Однако с такой постановкой вопроса фермеры не согласны. Представители Ассоциации Форса Фермерелор настаивают на немедленном решении проблем, так как, по их словам, большое число малых и средних фермерских хозяйств рискуют обанкротиться в ближайшие 2-3 месяца. Мы констатируем, что предыдущие обещания не были выполнены, даже второстепенные, но все равно важные, связанные с возвратом НДС, вопрос, который, казалось, был давно решенным. Но это не решено и по сегодняшний день. По словам Слуцаря, требования фермеров остаются теми же, что были изложены в заявлении 17 мая, а именно компенсировать не позднее 1 августа 2023 года себестоимость продукции малым и средним фермерам в размере не менее 3000 леев за гектар сельскохозяйственных культур первой группы. Временно ограничить решением комиссии по чрезвычайным ситуациям импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Республику Молдова из Украины, в условиях, когда Еврокомиссия продлит это ограничение для стран Восточной Европы после 5 июня. Обязать джурджулежский порт в период с 1 июля по 31 августа экспортировать только сельскохозяйственную продукцию молдавского происхождения, а также выплатить до 1 июля все долги по субсидиям за 2022 год. В то же время фермеры требуют от властей внести изменения в закон о программе возмещения НДС, чтобы продлить ее до конца года и увеличить количество получателей и выплачиваемые суммы. При этом он отметил, что ассоциация в ходе беседы с премьером была готова отказаться от условия, связанного с запретом на импорт украинского зерна. В создавшейся ситуации аграрии объявили о проведении массовой акции протеста 7 июня, начиная с 10.30 утра. По словам представителей ассоциации, в акции примут участие около 1000 человек из 26 районов страны с использованием около 300 единиц сельскохозяйственной техники. Фермеры подчеркнули, что запланированная манифестация будет носить мирный характер. Напомним, на предыдущей встрече с премьер-министром Дарином Ричаном, сельскохозяйственные производители заявили, что 7 июня проведут массовую акцию протеста по всей стране с возможным блокированием основных автодорог, если правительство не введет ограничения на ввоз зерна из Украины и если проблемы молдавских аграриев не будут обсуждены на саммите европейского сообщества, как они предлагали. После встречи с премьером было решено, что правительство будет раз в два дня проводить мониторинг информации о количестве ввозимого в страну украинского зерна. В том случае, если импортируемые объемы заполнят складские помещения, правительство вмешается в ситуацию в интересах молдавских производителей без присоединения к мерам Евросоюза по временному ограничению импорта из Украины. После этой же встречи министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что в госбюджет будут внесены поправки, предусматривающие дополнительное выделение 100 миллионов леев на субсидирование сельхозпроизводителей. 5 июня представители ассоциации форса фирмы Ерилур сообщили, что были приглашены на встречу с премьер-министром Тарином Ричаном за день до объявленной акции протеста. Эта встреча, к сожалению, является первой реакцией правительства на возмущение аграриев. Говорится по этому поводу в заявлении ассоциации. Лига городов и коммун требует повышения заработной платы работникам местной публичной администрации. В заявлении общественно-политического движения отмечается, что после поправок в закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, в результате которых ежемесячная зарплата министров составит 50 тысяч леев, аналогичная мера необходима и в отношении работников местной публичной администрации. Лига городов и коммун утверждает, что критическая ситуация, связанная с оплатой труда работников местных публичных администраций, порождает массовую миграцию квалифицированного персонала в частную среду или, что еще хуже, за пределы Республики Молдова. На эту проблему неоднократно указывало руководство Конгресса местных властей Молдовы во время встреч с представителями правительства. К сожалению, единственные меры по исправлению этой ситуации были поверхностными и недолговечными. В прошлом году правительство приняло решение о распределении и перераспределении некоторых пособий, предусмотренных в законе о государственном бюджете на 2022 год, согласно которому работникам бюджетной сферы с заработной платой ниже 15 тысяч леев выплачивалась единовременная помощь в размере 3 тысяч леев. Также, начиная с января 2023 года, работники государственного сектора получили прибавку к заработной плате в размере 1 тысячи 300 леев, но в случае с местной публичной администрацией это ежемесячное повышение было возложено на местные бюджеты вопреки отрицательному мнению Конгресса, отмечается в заявлении Конгресса местных властей Молдовы. В общественно-политическом движении сел, коммун городов и муниципиев страны говорят, что осознают масштабы чередующихся кризисов, которые коснулись нашей страны и всего мира, но при этом обращают внимание на то, что самый большой кризис в нашей стране вызван галлопирующей миграцией и массовым оттоком квалифицированных госслужащих. При этом отмечается, что хуже всего ситуация в селах и городах, где в отличие от столицы, уходящий из местной публичной администрации работник, как правило, покидает и населенный пункт, что усугубляет кризис квалифицированных кадров. Как правительству и стране нужны профессиональные, честные и хорошо оплачиваемые министры, так и нашим селам, коммунам и городам нужны хорошо оплачиваемые специалисты и государственные служащие, которые хотят остаться в системе публичного управления и, следовательно, остаться в своем населенном пункте. В этой связи Лига городов и коммун просит правительство и парламент после изыскания средств, необходимых для повышения заработной платы министров, найти финансовые источники и для повышения заработной платы в системе местного публичного управления в соответствии с обязанностями работников местной публичной администрации, говорится в пресс-релизе. В этой связи Лига городов и коммун обращает внимание на то, что крайне важно, чтобы, по крайней мере, в этот год выборы в государственные и избирательные должности стали привлекательными хотя бы в части заработной платы, потому что существует риск, что во многих населенных пунктах можно остаться не только без госслужащих, но и без подготовленных кандидатов на должность примара. Наш телеканал попытался связаться с представителями общественно-политического движения, чтобы узнать, какие зарплаты у работников местной публичной администрации в каких районах не могут выплатить надбавки в размере 1300 леев, а также какую зарплату хотели бы получать служащие этой категории. Однако на наш запрос по электронной почте ответ пока не пришел. Исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виарил Фурду и не ответил на наш звонок. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас сообщила нашему телеканалу, что не комментирует заявление Лиги городов и коммун. Пресс-секретарь правительства Даниэл Воды не ответил ни на наш телефон, ни на сообщение. Зарплата государственных служащих будет повышена с 1 июля. В общей сложности это коснется 1300 работников органов Центрального и Публичного управления. Согласно проекту правительства, базовая ставка для расчета оплаты труда министра достигает 3600 леев. Таким образом, если министр в настоящее время получает зарплату более 26 тысяч леев, плюс пособие в размере 1300 леев, которым пользуются все бюджетники, то после изменения она превысит 50 тысяч леев в месяц. На заседании правительства 24 мая 2023 года Дарин Ричан заявил, что это абсурд, когда у министров зарплата меньше, чем у тех, кто работает на стройке. Он сообщил, что предложит парламенту принять корректировку бюджета, чтобы зарплаты министерств, увеличенные в начале года почти до 28 тысяч леев, снова повысили. Пресс-секретарь правительства сообщил, что одна из причин нового повышения оплаты труда для данной категории – это массовые увольнения с государственной службы, а также отсутствие заявок на конкурс по трудоустройству в госсектор. Прокуроры тоже добиваются высокой оплаты труда. Они утверждают, что подвергаются дискриминации по сравнению с судьями и министрами, зарплаты которых вырастут до 50 тысяч леев в месяц. Члены Высшего совета прокуроров направили парламенту письмо, в котором выразили свое несогласие с поправкой в закон о государственном бюджете на этот год, недавно утвержденный правительством. Она создает предпосылки и риск дискриминации в том, что касается оплаты труда прокуроров, что несовместимо ни с сущностью принципов права, ни с установившейся практикой в этом вопросе, отмечают прокуроры. В последние годы прокуроры были лишены ряда социальных гарантий, в том числе право на служебное жилье, на определение размера пенсии и на бесплатный проезд в общественном транспорте. При этом ужесточились условия дисциплинарной ответственности. В то же время в последнее время были приняты законодательные изменения, в результате чего увеличилась профессиональная нагрузка на обвинителей и было добавлено в их исключительную компетенцию расследование преступлений определенного вида, а также производство процессуальных действий. Данные усилия должны быть подкреплены соответствующей заработной платой и стабильным развитием практики вознаграждения за выполненную работу, говорится в письме Высшего совета прокуроров. Парламент пока не представил свою позицию по данному поводу. Партия действия «Солидарность» зарегистрировала поправку к законопроекту о Дне памяти участников Второй мировой войны. Таким образом, название «День Победы» и «Памяти героев, павших за независимость Родины» предлагается заменить на «День Победы над нацизмом» и «Памяти о павших во Второй мировой войне». Депутат от ПДС Евгений Сенкевич написал на своей странице в Facebook, что вместе с коллегой по фракции Натальей Давидович, он внес поправку в уже зарегистрированную законодательную инициативу. В ней предусмотрено, что День Победы, отмечаемый 9 мая, должен быть заменен в Молдове на «День Победы над нацизмом» и «Памяти павших во Второй мировой войне», который с 2024 года будет отмечаться 8 мая. Согласно поправке Сенкевича и Давидовича, дата 8 мая сохраняется, но праздник обретает новое название. Никто не может претендовать на главную заслугу в победе в той войне, поэтому День Победы должен быть Днем Памяти и Примирения. Наш долг – усвоить уроки той войны и не допустить ее повторения. В этой же поправке предусмотрено, что День Победы и Памяти, павших во Второй мировой войне, стал национальным днем памяти. Память должна нас объединять, а не разделять, отмечается в публикации. Согласно этому законопроекту, День Европы по-прежнему будет отмечаться 9 мая. Также, как утверждают авторы законодательной инициативы, она исправляет историческую двусмысленность, которую поддерживали предыдущие власти, настаивая на том, что датой окончания Второй мировой войны на Европейском континенте является 9 мая. Ранее десятки граждан провели ряд акций протеста перед парламентом против изменения названия Дня Победы и переноса даты празднования. Председатель Национального координационного комитета Победы заявил, что соответствующая законодательная инициатива усилит разделение молдавского общества на диаметрально противоположные лагеря. Партия социалистов также осудила намерения депутатов от ПДС. В ПСРМ заявили, что 9 мая День Победы над фашизмом навсегда останется для нас священной датой. 3 июня в Кишиневе прошел марш протеста под лозунгом «За светлое наследие ко Дню Победы». Акция была организована партией Ренаштере «Возрождение» в знак протеста против законодательной инициативы правящей партии о переименовании Дня Победы в День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне, который предлагается отмечать 8 мая. Наряду с простыми гражданами в шествии участвовали депутаты, активисты и сторонники партии ШОР. Представители власти никак не прокомментировали это мероприятие. Перед президентскими выборами Амайя Санду заявила, что граждане вправе отмечать праздники, в том числе 9 мая. В этом году 9 мая глава государства вместе с председателем парламента и премьер-министром возложила цветы к мемориалу «Вечность» в столице и подчеркнула, что в этот день празднует мир и отдает День памяти погибшим. По официальным данным, во Второй мировой войне участвовали более 300 тысяч жителей Молдовы. Из них около 79 тысяч погибли. Финансовая помощь в размере примерно 1 миллиарда 600 миллионов евро для Республики Молдова, объявленная несколько дней назад председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйн, это не новая сумма, предоставляемая нашей стране. Соответствующие денежные средства уже были выделены Евросоюзом ранее. Данные уточнения сделал министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Папеску в эфире телеканала ПРО-ТВ. Эта сумма, обещанная или уже выделенная Республике Молдова, в значительной части обещанная. Часть будет инвестирована в проекты, другая часть – это грант, третья часть – микрофинансовая помощь. То есть госпожа фон дер Ляйн повторила, подчеркнула, что именно делает и как много делает Евросоюз для Республики Молдова. Но когда мы касаемся этой суммы, она не отражает новую сумму, которую предоставляют Республики Молдова. То есть эта сумма, объявленная несколько лет назад, наши сограждане уже воспользовались частью этой суммы, включая компенсации по счетам за газ, а также другие меры, связанные со стабильностью бюджета. Часть этой суммы будет выделена в будущем. 31 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила на совместной пресс-конференции с Майей Санду, что Республика Молдова получит новый пакет помощи со стороны Европейского Союза для поддержки молдавских граждан. По ее словам, с октября 2021 года Евросоюз предоставил Молдове более 1 миллиарда евро, в который входят 300 миллионов в качестве макрофинансовой помощи на текущий год. Она также уточнила, что ЕС окажет ей дополнительную помощь. Первоначальная наша цель состояла в том, чтобы достичь 600 миллионов евро в качестве дополнительной помощи. «Хорошая новость в том, что нам удастся практически утроить эту сумму привлечением дополнительного финансирования до 1 миллиарда 600 миллионов евро, что создаст исключительные условия для Молдовы в виде прямых инвестиций в Молдову», заявила Урсула фон дер Ляйн в Кишиневе. Режим чрезвычайного положения может быть введен в том числе из-за проблем в экономике или энергетике. Правительство разработало законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты, после принятия которых основанием для объявления режима ЧП будет считаться также существование угрозы для экономического благосостояния и энергетической безопасности государства, которая вызывает необходимость предупреждения, снижения и устранения ее последствий, говорится в пресс-релизе правительства. Данная инициатива продиктована кризисными ситуациями, с которыми сталкивается Молдова в последнее время, уточняется в сообщении. При возникновении высокой угрозы для национальной безопасности, если парламент находится на каникулах, глава государства может ввести режим ЧП указом, а депутаты должны быть созваны в чрезвычайном порядке для его утверждения. При этом, если чрезвычайная сессия парламента не состоится, указ главы государства вступает в силу автоматически. В Республике Молдова режим чрезвычайного положения действует на протяжении более года, со времени начала войны в Украине. В ходе последнего заседания законодательного органа, представив предложение об очередном продлении режима ЧП, премьер-министр Дарин Ричан заявил, что в июне Кабинет министров завершит разработку инициативы о внесении поправок в законодательство, на основании которых правительство сможет брать на себя ответственность в таком же порядке, как это происходит в Румынии. Как отметил Ричан, это существенно повысит эффективность парламентского контроля над решениями правительства и позволит рассматривать вплоть до отмены парламентом каждое решение, принятое в кризисной ситуации. В Херсонской области Украины в результате подрыва разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции. Вода затапливает город Новая Каховка и близлежащие населенные пункты. Проводится эвакуация людей. О жертвах ничего не сообщается. Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении станции. Президент Молдовы Майя Санду предложила помощь Украине. О разрушении плотины Каховской ГЭС, которая расположена на подконтрольной России в настоящее время территории в Херсонской области Украины, стало известно сегодня утром. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, на которого ссылается информационное агентство ТАСС, заявил, что ночной обстрел привел к разрушению задвижек плотины и вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра. В Киеве информацию о ракетном ударе со стороны Вооруженных сил Украины называют фейком. Начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Радио Свобода» заявила, что характер повреждений и внешний вид самой плотины говорят, что это не ракетный обстрел. Очевидно, что взрыв произошел изнутри, сказала Гуменюк. Как передают СМИ, в результате неконтролируемого сброса воды и окрестные населенные пункты оказались подтоплены. Их жители эвакуируют. В городе Новая Каховка также затоплены многие объекты, включая зоопарк и летний театр. По оценкам пророссийских властей Херсонской области в зону потопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. В свою очередь Киев заявляет, что затопленными могут быть около 80 населенных пунктов. Между тем, в отраслевом ведомстве Укргидроэнергия сообщает, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Власти, занятые российскими силами Херсонской области, заявили, что ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем. Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент, будут проблемы с поставкой воды в Крым, заявил мэр Новой Каховки Леонтьев. Позже, как пишет РБК, он добавил, что угрозы обезвоживанию северокрымского канала нет. В соцсетях тем временем распространяется видео подтопленных домов, улиц, по которым плавают лебеди и перемещаются бобры. Уровень воды поднялся в среднем на 2,5 метра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное происшествие преднамеренной диверсии со стороны Украины. По его словам, это ЧП может повлечь очень тяжелые последствия для десятков тысяч жителей региона, а также привести к экологическим проблемам. Все обвинения в адрес Москвы он отверг. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что цель подрыва Каховской ГЭС россиянами заключается в срыве наступления сил обороны Украины. В Украине случившееся назвали экоцидом. В Офисе президента страны считают, что разрушение ГЭС угрожает Крыму и Запорожской АЭС. Об этом в частности заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что разрушение плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал привлечь Россию к ответственности за уничтожение гражданской инфраструктуры. Следует отметить, что 5 июня в Министерстве обороны России сообщили, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении, но атаки были отбиты. Командование Вооруженных сил Украины не подтвердило тогда начало контрнаступления, назвав сообщение российского ведомства информационно-психологической операцией. Президент Молдовы Майя Санду назвала нападение на Каховскую ГЭС военным преступлением. Она также предложила Владимиру Зеленскому помощь в борьбе с наводнениями и смягчении их последствий. Каховская ГЭС – шестая, нижняя и последняя ступень каскада гидроэлектростанции на Днепре, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале боевых действий в Украине. Республика Молдова не вступит в Европейский Союз ни в 2024, ни в 2025 году. Это длительный процесс, требующий масштабных реформ. Об этом заявил посол Европейского Союза в Кишиневе Янис Можейкс в эфире Радио Молдова. Говоря о возможных сроках начала переговоров о вступлении, Можейкс отметил, что все зависит от оценки, которую в октябре даст Еврокомиссия. По словам Яниса Можейкса, вступление Молдовы в Евросоюз зависит от целого ряда факторов. Все в руках граждан Республики Молдова. Понятно, что вы не вступите в Европейский Союз в 2024 или 2025 году. Это означает, что переговорный процесс продолжится во время работы парламента следующего созыва и после следующих президентских выборов. Поэтому я считаю очень важным, чтобы эта решимость избирателей Республики Молдова сохранилась в ближайшие годы. По словам Можейкса, Молдова демонстрирует прогресс в выполнении девяти рекомендаций, которые были сформулированы Еврокомиссией после предоставления нашей стране статус со страной кандидата. Посол также отметил, что посоветовал молдавским властям сосредоточиться на качестве, а не на скорости реформ. При этом он затруднился сказать, начнет ли Европейский Союз переговоры о вступлении с Республикой Молдова в этом году. Первый тест состоится в октябре, когда Еврокомиссия представит отчет о прогрессе, достигнутом нашей страной в реализации реформ. Окончательное решение будет принято Европейским Советом в декабре 2023 года, добавил дипломат. Нам предстоит увидеть оценку того, как Республика Молдова продвинулась в выполнении девяти рекомендаций Европейской комиссии, сформулированных в июне прошлого года, когда Республике Молдова был предоставлен статус страны кандидата. Как она работала над законодательством в течение этого года. Все это будет оценено в октябре. Это будет первая оценка для Республики Молдова, но не первая оценка для других стран-кандидатов на вступление. Этот отчет послужит основой для обсуждения между лидерами стран-членов, поскольку оценку проводит не только Брюссель. Европейский Союз — это союз 27 суверенных государств, поэтому очень важно, как формируется это мнение. Глава представительства ЕС также заявил, что усилия властей продвинутся в реализации девяти рекомендаций, сформулированных Европейской комиссией в июне 2022 года, заметны. Он отметил, что в наиболее болезненных вопросах молдавским властям необходимо действовать без спешки в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. «Очищение судебной системы, борьба с коррупцией — это сферы, в которых я предложил слишком не спешить, потому что важно не только то, чтобы что-то было сделано, но и чтобы это было сделано хорошо», — сказал дипломат. По его словам, проекты, касающиеся независимости, правосудия, сферы безопасности, очень чувствительны, поэтому необходимо привлекать международных партнеров. В марте с трибуны парламента президент Майосанду заявила, что в 2030 году Республика Молдова должна стать страной-членом Европейского Союза. По словам главы государства, сейчас есть реальный шанс стать полноценным членом европейской семьи. Она отметила, что у Молдовы есть поддержка стран ЕС, а как быстро это произойдет, зависит от всех нас. Позднее Европарламент проголосовал за резолюцию о начале в 2023 году переговоров о присоединении Республики Молдова к Европейскому Союзу после выполнения девяти рекомендаций Европейской комиссии. Они относятся к сферам юстиции, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Деолигархизации, реформы государственного управления и государственных услуг, управление государственными финансами, усиление роли гражданского общества в процессах принятия решений и защиты прав человека. Республике Молдова был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз 23 июня 2022 года. 18 леев, 45 банов без учета НДС, возможно, будут платить бытовые потребители за кубический метр газа. Об этом сообщил председатель административного совета акционерного общества «Молдова Газ» Вадим Чибан на своей странице в Телеграм. Однако окончательное решение о новых тарифах будет озвучено на «Рэ» завтра. Вадим Чибан добавил, что при формировании тарифов на природный газ применяется дополнительная дифференциация, предусмотренная действующей методологией. Новый тариф на газ для потребителей будет включать среднегодовую закупочную цену в размере 750 долларов за тысячу кубометров. Это следует из проекта формирования тарифа на природный газ на 2023 год, опубликованного акционерным обществом «Молдова Газ». Между тем, в конце мая цены на газ на европейском рынке упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Глава «Молдова Газ» Вадим Чибан заявил для «Резонт ТВ», что высокая среднегодовая закупочная цена в тарифе объясняется высокой стоимостью газа в первом квартале 2023 года. Также в новом тарифе на газ, предложенном «Молдова Газ», значительно увеличатся расходы на газораспределение с 1 лея 25 банов до 2 леев 71 бана за кубометр. В конце мая дочерние компании «Молдова Газ», операторы распределительных сетей, обратились в НРЭС с заявками о повышении тарифов на распределение газа, который, в свою очередь, входит в окончательный тариф для потребителей. Национальное агентство по регулированию энергетики рассмотрит 7 июня запрос «Молдова Газ» о снижении тарифа на голубое топливо для конечных потребителей в среднем до 16 492 леев за тысячу кубометров без НДС или на 36,8%. В этом случае, отмечают компании, окончательная цена для бытовых потребителей составила бы 19 леев 93 бана за кубометр с учетом НДС. Министерство просвещения запросило полицию расследовать предполагаемый случай мошенничества на экзаменах на степень бакалавра. Ранее в интернете появилась информация о продаже ответов на экзаменационные тесты. Директор Национального агентства учебных программ и оценки Лилия Иванова заявила для Аризонт-ТВ, что мошенники продают ответы тестов якобы экзаменов на бакалавриат и гимназический курс за 250 евро. В то же время власти призывают выпускников не становиться жертвами мошенников. Дело расследует Национальный следственный инспекторат Генинспектората полиции. В сообщении на официальной странице Минпросвещение заявило, что вместе с Национальным агентством учебных программ и оценки инициировало проверку появившейся в интернете информации о предполагаемой продаже тестов национальных выпускных экзаменов. В этой связи министерство подчеркивает, что осуждает любые действия, нарушающие принципы неподкупности в процессе оценки учащихся. Директор нац. агентства учебных программ и оценки Лилия Иванова заявила нашему телеканалу, что в данном случае речь идет о мошенничестве, поскольку тесты экзаменов на бакалавра хранятся в условиях максимальной безопасности, которые исключают доступ посторонних лиц или утечку информации. Это обман. Это не тесты с экзаменов, как их называют граждане, которые создают эти группы в Телеграме или других соцсетях и призывают кандидатов прибегать к ошибочным действиям. Не становитесь жертвой этих мошенников, потому что это подделки. Это недопустимо. Тесты хранятся в условиях максимальной безопасности и у посторонних лиц к ним нет доступа. По словам Лилии Ивановой, очевидцы также прислали скриншоты переговоров молодых людей с мошенниками. В уведомлении, которое мы получили от граждан, были скриншоты с Телеграм-канала с предполагаемыми тестами и продажами. Спрашивали тесты по определенным предметам. Гимназические стоили от 500 до 1200 лев. На бакалавра, в зависимости от экзаменационного теста, от 850 до 3000. Спрашивали, например, по румынскому языку, математике и географии. И цена была разная. На другом канале видела от 200 евро до 250. Такую реакцию учреждений сферы образования вызвало появление каналов в Телеграме и ТикТоке, где продают ответы на тесты якобы экзаменов на бакалавра. Авторы предлагают за определенную денежную сумму решить экзаменационные работы и призывают учеников развлекаться, а не учиться. Они утверждают, что в продаже есть ответы на все тесты этого года благодаря связям в Минпросвещение. Отметим, что 6 июня выпускники лицеев сдают экзамен на степень бакалавра на языке обучения во всех 93 центрах бакалавриата по всей стране. В этом процессе участвуют почти 16 тысяч кандидатов, из которых примерно 13 тысяч сдают тест по румынскому языку и литературе, а остальные около 3000 по русскому языку и литературе. Следующий экзамен по иностранному языку пройдет 9 июня. Сессия проходит со 2 по 20 июня в 93 центрах бакалавриата. В ней принимают участие 18 тысяч 400 выпускников. Полицейский лишился уха. Его и коллегу избили пьяный водитель и его пассажир. Инцидент произошел в селе Спея Новоанинского района. По сообщению местной полиции, сотрудники правоохранительных органов, выполняя свои служебные обязанности, заметили хаотично двигавшуюся по улице села Тойоту, поэтому остановили машину. В ходе проверки документов полицейские почувствовали сильный запах спиртного от 24-летнего водителя. По неизвестным причинам водитель и его 21-летний пассажир начали оскорблять сотрудников полиции. На просьбу успокоиться они избили одного полицейского, а второго укусили за ухо. Позже его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один из напавших оторвал полицейскому ухо зубами, сообщают в полиции. Оба агрессора задержаны на 72 часа. Алкотест показал у водителя и его пассажира превышение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом у мужчины, управлявшего автомобилем, нет водительских прав. Заведено уголовное дело по факту хулиганства и насилия в отношении должностного лица. Короткое замыкание произошло над троллейбусом возле цирка. В Кишиневе кадры были сняты вчера очевидцами. По словам свидетелей, инцидент произошел около 9 вечера. Пострадавших нет. В момент, когда произошло короткое замыкание, водитель троллейбуса быстро отреагировал и открыл двери. Неясно, однако, стояло ли транспортное средство или находилось в движении. Мы запросили информацию о том, что произошло в управлении электротранспорта, но пока ответа не получили. Представители премырии, к которым мы тоже обратились, перенаправили нас снова в отраслевое управление. 224 года исполнилось со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, признанного великого классика мировой литературы. В Кишиневе в этот день состоялось возложение цветов к бюсту поэта в парке имени Штефана Челмария. В мероприятии приняли участие ряд депутатов парламента, бывшие президенты страны, общественные деятели и горожане. Память поэта почтили и в Аргееве. По сложившейся традиции, 6 июня в Кишиневе у бюста Александра Пушкина в парке имени Штефана Челмария собрались почитатели гения мировой литературы. В этот день исполнилось 224 года со дня его рождения. Представители партии социалистов во главе с исполнительным секретарем политформирования Игорем Дадоном, депутаты парламента, активисты движения «Молодая гвардия» возложили цветы к бюсту поэта. В мероприятии также приняли участие посол России в Молдове Олег Васнецов и экс-президент Владимир Воронин. Позже Игорь Дадон написал на своей странице в соцсети, что творчество Пушкина тесно связано с Молдовой, благодаря чему он навсегда стал частью истории молдавского народа. Уберечь и сохранить это наследие, передать его будущим поколениям – это наша задача, подытожил лидер ПСРМ. Александра Сергеевича Пушкина честовала сегодня и команда партии ШОР. Как подчеркнул муниципальный советник от партии ШОР Валерий Клименко, Пушкин внес в историю Молдовы неоспоримый вклад. Благодаря его произведениям о нашем крае узнали по всему миру. О Молдове, где он жил в свое время, узнали во всех уголках мира именно по произведениям Пушкина, потому что Пушкин был переведен на 101 язык мира. И вот в этой 101 стране мира люди узнали о том, что существует такая страна, как Молдова, существуют молдаване, существует город Кишинев. Память великого классика мировой литературы почтили и в Аргееве. Руководство района и муниципе Аргеев, местные муниципальные и районные советники возложили цветы и к бюсту Пушкина в парке Иванос. Вице-премар муниципе Аргеев Валериан Кристия продекламировал стихотворение Пушкина, отметив, как необычно и ярко поэт воспевал в своих произведениях все, что связано с Молдовой, где прошли годы его ссылки. Здесь он написал около 200 произведений очень интересных. Он очень красиво писал о Молдавии. Он воспевал наш виноград молдавский. Не будем мы жалеть о розах, увядших раннюю весной. Я рад и виноградной лозе, поспевающей над горой, продолговатой, прозрачной, как перстедеве молодой. Он так красиво писал о нашем винограде. В мероприятии приняли участие не только представители старшего поколения, но и молодежь. С импровизированной сцены в этот день прозвучало множество произведений великого поэта. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась стыд, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В том ленинг гуси безнадежный, его вошел и святый. Звучал мне только голос нежный и синий смелый чертой. Бессарабский период творчества Александра Пушкина – один из самых плодотворных, считают многие эксперты. В Кишиневе поэт написал такие знаменитые произведения, как «Кавказский пленник», «Цыганы» и «Бахчисарайский фонтан». Известно, что и Евгения Онегина Пушкин задумал и начал писать в период «Бессарабской ссылки». С 2010 года решением ООН в день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается Международный день русского языка. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Барсан. Оставайтесь на нашем телеканале. Добрых новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова